Вот вышло интервью на российском телевидении, у Александра Лукашенко его брали и у его сына. Вы видели это интервью, слышали о нем? Нет, честно говоря, я не хочу смотреть никакие пропагандистские интервью, потому как на самом деле, знаете, раскручивать ребенка, раскручивать сына или показывать какой-то замечательный отец. Я видел кусочек, где он там собачки своей тюси-муси говорит, да, в то время, когда людей убивают, избивают, пытают. Мне кажется, это просто верх цинизма, поэтому нет, я такое смотреть не могу и не буду. Вот интересно, что там Александр Лукашенко сказал, что у него есть единственный друг, и этого друга зовут Владимир Путин, но популярна точка зрения, что как раз Путин к Лукашенко относится не очень хорошо. Вот на ваш взгляд, этим словам можно верить? Действительно ли Лукашенко считает Путина другом и Путин отвечает ему взаимностью или нет? Ну, я не знаю, мне кажется, что дружба это что-то такое, что складывается не меж государственными людьми, это складывается между людьми, личностные отношения, это с теми, с кем ты можешь поговорить по душам, с кем ты можешь провести время, с кем тебе комфортно проводить досуг, к кому ты можешь обратиться и в минуты радости, и когда тебе действительно нужна помощь друга. Я не очень верю в то, что между политиками можно говорить о какого-то рода дружбе. Мне кажется, в принципе, что это в большей степени, наверное, прагматическая связь. Очень печально, что у Лукашенко нет друзей, кроме как соседа нашего большого, конечно, сильного очень, Путина. Но мне кажется, что если говорить о характерах людей, то мне кажется, они абсолютно разные, они абсолютно не похожи. Мне кажется, что с точки зрения и ментальности, и поведения, и образования, это совершенно два разные человека. И мне кажется, что в большей степени все-таки они являют противоположность друг другу, чем можно говорить о некой комплементарности. На ваш взгляд, в чем причина появления Лукашенко на российском телевидении? Не секрет, что просто там, там не появляется. Вот на ваш взгляд, есть какая-то определенная политика сейчас у российских властей в отношении Александра Лукашенко и его имиджа? Ну, не знаю. Мне кажется, что невозможно уже поменять имидж. Это не ситуация 2010 года, когда, в принципе, не было социальных сетей, не было горизонтальных связей между людьми, где в информационном пространстве господствовали исключительные государства, средства массовой информации, будь то белорусские или российские. Мне кажется, что за 10 лет ситуация коренным образом изменилась. И после того, что увидели белорусы после, да и во время президентских выборов 2020 года, это никак не сможет повернуть назад симпатий в отношении к Лукашенко. И если и говорить об этой попытке показать его как человека, который очень любит собачку, ну, вы знаете, я могу привести довольно много примеров, в том числе и садистов, которые любили там какую-нибудь кошечку свою или собачку, вот, и в это же время издевались над людьми, пытали их, кидали их в тюрьму, убивали. Вот, так что это на самом деле, мне кажется, никого не сможет ввести в заблуждение. И то, что Россия пытается, ну, да, был действительно в канун президентских выборов. Украина также была, мы помним интервью Гордона, вот, сейчас интервью российского телевидения. В конечном счете, сами россияне уже, мне кажется, приняли для себя какое-то решение или вы, вернее, сформировали уже какое-то мнение в отношении того, что представляет собой Лукашенко. И поменять его каким-то интервью, мне кажется, это невозможно. Ну, есть в какой-то момент на российских федеральных каналах достаточно критически высказывались, в том числе и ведущие в отношении Александра Лукашенко. И были заявления о том, что они получили определенного рода методички для того, чтобы так высказываться. Теперь же фильм, вернее, это интервью достаточно комплементарного характера, насколько мы понимаем. Все-таки настроения, они волнами идут? Или в какую сторону они определились, на ваш взгляд, Россия? Я думаю, что Россия как бы действует методом кнута и пряника, наверняка. То есть я думаю, что у них в повестке дня все-таки существует некая конституционная реформа или референдум, который должен произойти в Республике Беларуси, который, естественно, Лукашенко не хочет проводить. Он хочет просто заболтать проблему в надежде, что люди просто устанут, эти массовые протесты схлынут. И в конечном счете он может оставаться у власти еще следующие пять, а может быть и десять лет. Но я не знаю, я не думаю, что здесь речь идет о каких-то волнах. И если и делают интервью его, и попытки каким-то образом показать его на самом деле российскому зрителю, то это всего лишь навсего интервью. И я не стал бы никоим образом делать здесь каких-то серьезных выводов. Наши зрители задают вам вопросы. Один из них. Лукашенко сказал, что список изменений в Конституцию может быть составлен на собрании в феврале, а референдум может быть проведен в конце года. На ваш взгляд, какой Лукашенко выбрал сценарий? Есть ли у вас какие-то предположения, возможных сценарий о голове Лукашенко? Это сценарий замыливания проблемы, забалтывания ее. То есть на самом деле в нормальном демократическом обществе, я думаю, что надо давать людям возможность высказаться в отношении Конституции. То есть, собственно говоря, в этом и смысл Белорусского демократического форума, инициативу, которую мы недавно запустили, когда люди могут обсудить, какая форма государственного управления должна быть, ли это парламентская или президентская республика, смогут высказаться по численному составу парламента, сколько это должно быть людей, 100, 150, 200, 300 депутатов парламента, высказаться в отношении местного самоуправления, должны ли прежде всего мэры городов и округов избираться населением, или они будут назначаться центральной власти. Экономическая, естественно, составляющая важна. То есть, какие налоги должны оставаться на местах, а какие уходить в центральный бюджет. Мне кажется, что эти все вопросы можно было бы выставить на обсуждение. А когда тебе просто предлагают какую-то непонятную, неизвестную, не для кого повестку, и какие изменения он собирается внести. Бог его знает, какие изменения. Может, он собирается усилить полномочия управления делами президента. Или определить, что верховная власть в республике Беларусь исходит от Бога. Или еще какие-нибудь изменения. То есть, мы же не знаем в отношении сущностных как раз подходов, которые власть собирается озвучить. Поэтому, я думаю, что правильно обществу самому определить, какое мы хотим государственное устройство, какое мы хотим государственное управление, форму государственного управления. Высказаться, проголосовать. Хотя бы так, как это сделали исландцы. Мне опыт их нравится 2010 года, когда даже за редакционные изменения в Конституции люди могли голосовать. Таким образом, эксперты разработали проект Конституции, но 15% всего текста Конституции было принято методом краудсорсинга. И это, собственно говоря, то, что мы хотим делать вместе с разработчиками, в том числе и новой белорусской Конституции. Альтернативной, безусловно. Вернее, нельзя здесь говорить об альтернативности, потому как мы не знаем, что предлагать собирается Лукашенко. Но это метод, когда люди действительно могли бы поучаствовать в обсуждении наиболее важных вопросов развития государства. Вы на днях заявили о запуске демократического форума. Вот в чем вы видите его эффективность? Как раз и в этом. То есть на самом деле мы как бы знаем, что традиционная демократия – это представительская демократия. То есть это когда некий округ, люди, группа людей выбирает от себя представителя в парламент. И потом эти представители от разных округов, там, или политических партий, или социальных групп. Если мы говорим о социальных группах, то их представляют, как правило, различные политические партии. Они принимают соответствующие законы в государстве. Но с развитием электронных медиа, с развитием интернет появилась на самом деле уникальная возможность для реализации непосредственной прямой демократии, когда люди могли бы высказываться по наиболее важным вопросам, минуя вот этот вот институт представительства. Это не говорит о том, что его не должно быть, что он не должен существовать. Но, по крайней мере, вот эти вот мини-референдумы или плебисциты, опросы общественного мнения, мне кажется, что с развитием интернета это все возможно. Вот, допустим, вперед президентской кампании. Лукашенко был в Бресте, пообещал людям, что он проведет референдум по поводу строительства завода, аккумуляторного завода. Конечно, когда после того, как выборы были закончены, так называемые выборы, вот, он, естественно, забыл про это обещание, он обманул Брещан, вот, никакого референдума он проводить не собирался, он своим указом дал распоряжение строить там все-таки аккумуляторный завод. А правильно вообще-то бы было, да, в рамках вот обсуждения среди людей, электронных площадок, вот этих форумов, просто взять и опросить Брещан в отношении того, хотят они его видеть или нет. Но с обязательным условием, чтобы высказались две стороны. То есть одна сторона могла бы сказать, смотрите, строительство нового завода, это новые рабочие места, это новые налоги, это зарплаты людей и так далее. А другая сказала бы, смотрите, зато это плохая экология, дополнительные затраты на здравоохранение, потому что больше людей будут болеть и так далее. То есть это нормальная, в принципе, дискуссия, после которой, после этой дискуссии должен быть проведен плебисы. И это так прототип электронной демократии, который мы сейчас запустили. И это следующий шаг на пути развития электронного государства, где действительно каждый человек имел бы возможность высказаться и где не было бы, как мы привыкли. Потому что кто-то там есть один, который принимает решение и говорит, как надо. А чтобы обращаться к обществу и работать с обществом до того, как то или иное решение было бы принято.